С коронавирусом справились еще 165 ставропольцев. Общее число выздоровевших в регионе превысило 195 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 210 заболевших. Летальных исходов на фоне вируса не зарегистрировано. Защитить здоровье помогут меры профилактики и вакцинация. На Ставрополье число заболевших коронавирусом растет, однако уровень госпитализации остается невысоким. Об этом рассказали на еженедельной планерке в краевом правительстве. Значительно меньше стало пациентов со сложным протеканием болезни. Сократилась и продолжительность срока госпитализации. Регион находится во всеоружии. На сегодняшний день свободно около 60% реанимационных коек. Никто никаких ограничительных мер, кроме рекомендаций, которые мы выпустили с вами на прошлой неделе, никто не собирается ничего вводить. Потому что мы четко понимаем, что ситуация очень жестко контролируется со стороны врачебного сообщества. Ну и мы вместе с вами ее, слава богу, держим на контроле. Обсудили на совещании и опасные детские площадки региона. Специалисты обследовали больше 3000 игровых зон. Большинство из них в удовлетворительном состоянии. А вот тревогу вызывают бесхозные площадки. Часть из них в аварийном состоянии. Работы по демонтажу таких конструкций уже ведутся. Оперативно выявлять опасные объекты и решать проблемы по их устранению Владимиров нацелил глав территорий. В хуторе-всаднике завершается реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. В медучреждении обновили коммуникации, провели отделку внутренних помещений, заменили кровлю, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Работы проходят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Невиномыске завершается ремонт полуторакилометрового участка дороги на улице Первомайской. Там заменили покрытие, установили знаки, светофоры и нанесли разметку, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезке оборудуют новую остановку и барьерное ограждение. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В центре села Орловки проходит третий этап благоустройства парковой зоны. Ранее специалисты обустроили тротуарные дорожки. Сейчас там укладывают плитку на площади возле Дома культуры. Устанавливают камеры видеонаблюдения, лавочки и урны, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы проходят по губернаторской программе поддержки местных инициатив. Редактор субтитров А.Семкин